В Выборге ребенок провалился в грязь и не смог выбраться самостоятельно. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей. О происшествии у домов 54 и 56 на Приморской улице в социальных сетях сообщили очевидцы. И сегодня новость разлетелась по многим информационным сайтам. Были два пенсионера, которые помогли вынуть одну ногу мальчика. Он кричал, что ему больно. Его пытались за руки тащить, тоже не получалось. Пришлось вызвать МЧС. Мы приехали спасатели, тоже не сразу, но освободить мальчика удалось. Где-то порядка 30 минут его ноги находились в этой холодной жиже. Какие последствия, пусть решают люди, которые компетентны в этом. Слава Богу, что все обошлось так. Как сообщили в Леноблводоканале, именно на этом месте произошел порыв на водоводе холодного водоснабжения. Аварийная ситуация была устранена. Был засыпан котлован 5 метров глубиной и 5 метров на 5 метров шириной и длиной. Обратным грунтом, который был на сегодняшний день демонтирован и песком. И как раз бригада поехала за выставлением аварийных бонов сигнальной ленты. В это время ребенок выше колена провалился именно в то место, где рядом проводились эти работы. Говорю это не для того, чтобы оправдаться или сказать, что именно в этот момент. На самом деле мы после каждой аварии выставляем сигнальные ленты, ограждения. Эта авария произошла на зеленой зоне, где люди вообще не должны находиться и транспортные средства не ходят. Поэтому ребенок, играя, попал туда. Но понятно, что на сегодняшний день мы родителям принесли свои извинения. Родители, в особенности мамы, я сегодня с ней встречался, проблем и никаких претензий к Леноблводоканалу не имеет. В администрации Выборгского района обеспокоены случившимся. На место выезжали специалисты отдела благоустройства. В нарушении правил благоустройства и порядка производства земляных работ не было установлено ограждение. И неправильно была осуществлена обратная засыпка. Администрация Выборгского района направила предписание с требованиями принять неотложные меры и не допускать подобных ситуаций в дальнейшем. На сегодняшний день ограждения на месте проведенных аварийных работ присутствовали, однако уже были сломаны неизвестными.